Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с творчеством художников, скульпторов и их автобиографией. Французский скульптор Какко и раннего неклассицизма Жан-Батисто Лемуан. Он создавал декоративные скульптуры для садов в Версале, но наиболее известен портретными бюстами. Его иногда называют Жан-Батистом Лемуаном, вторым или младшим, чтобы отличать его от дяди, с тем же именем скульптора Жана-Батиста Лемуана-старшего. Я пользуюсь википедией. Родился 17 февраля 1704 года в семье известного скульптора Жана Луи Лемуан. Первые уроки получил от отца, затем учился у Роберта Ле Лоренна. В 1728 году был причислен к Королевской академии живописи и скульптур в Париже. Через 10 лет стал ее членом, а в 1768 году директором академии. Получив римскую премию, не уехал в Италию, а остался в Париже, чтобы помогать своему ослепшему отцу. Как и другие королевские скульптуры, он создавал скульптуры для Версальского сада. Был любимым скульптором Людовика XV и пользовался благосклонностью Мадам де Помпадур, известной покровительницей искусства. Сделал изящную скульптуру в стиле Рококо, Вертмуна и Помоны. Двух персонажей из Метаморфоса Виде, любимого произведения Мадам де Помпадур. Ныне она хранится в Лугле. Лемуан также создал статуи Мадам Помпадур в образе нимфа. Он сделал несколько бюстов Людовика XV иконную статуи короля для двора новой военной школы. Она была разрушена во время французской революции. Произведения Жанна Батиста Лемуана-младшего на протяжении 20 лет, регулярно выставляясь в салоне Лувра, художнику заказывали статуи королей для Бордо, Руана, Парижа и Венна. Жанн Батиста Лемуан считается одним из лучших мастеров портретных бюстов, мраморой и расписной терракоты в стиле Рококо. Его лучшая декоративная работа – брельеф отеля Субис в Париже, над которым он трудился совместно с проектировщиком интерьера здания Жермером Бафраном. Среди других произведений бюст архитектора Жюля Андро Мансара, портретных бюстов короля, членов королевской фамилии, фавориток и придворных, живописца и гравюра Николя Куапелля, ученого Бернандо Лебавье де Фантенеля в Версалии и мадам Пампадур Мария Антуанетта. Жанн Батиста Лемуан умер в Париже в 1778 году в возрасте 74 лет. Среди его учеников были Этьен Морис Фалькане, Жанн Батиста Пегаль, Жанн Жак Кафери и Агустен Пажу. Вот такое описание из интернета, из википедии, о французском скульпторе Рококо и раннего неоклассицизма Жанн Батиста Лемуан. Жанн Батиста Лемуан, второй или младший. Пока-пока, до свидания, смотрим работы. Субтитры создавал DimaTorzok